МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И руководитель одного из подразделений этого управления Мария Нестеренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Александрович, пять лет для ВУЗа — это много или мало? Как для структуры, которую начали создавать фактически заново, для федерального ВУЗа, конечно, это еще небольшой срок. Но как для тех коллективов, которые уже сложились, это, конечно, большой путь пройти. Это много. Первые пять лет они традиционно являются самыми сложными, поскольку, как Вы упомянули, это период становления или нет? Это, наверное, самое интересное время. Не сложно. Самое интересное время, непростое, но сложности, что говорить, они всегда бывают у всех проектов. Поэтому это интересное время. Какие все-таки задачи ставит перед САФУ федеральный центр по итогам пяти лет и если взглянуть в будущее? Достаточно интересная история вообще не перед САФУ даже, а перед федеральными ВУЗами. Это проект федерального центра, федерального ВУЗа. Миномбра видит в Министерство образования и науки, видит в федеральных ВУЗах такой тридийный начало. Это, прежде всего, высокое кадровое обеспечение регионов, причем макрорегионов. Это и Восток, а в нашем случае это арктического региона, всего арктического региона. Второй блок — это хорошее научное обеспечение, причем научное обеспечение производства, действующего производства. И третья история — это прикладные исследования, серьезный формат прикладных исследований, результат которых должен внедряться в производство уже сегодня практически. И самое главное — это федеральный ВУЗ, это еще и площадка для отработки новых образовательных, научных, инновационных технологий на всей территории. То, что принято называть инновацией. Да, вот как раз все эти триединные начала и олицетворяют себе Северные Актические федеральные университеты. Раз уж мы упомянули инновации, Мария Юрьевна, как на деле реализуется это самое инновационное направление в работе ВУЗа? Инновационное направление в работе университета у нас распределено по нескольким веткам. Мы делаем, во-первых, программу образовательную для того, чтобы наши студенты были вовлечены в предпринимательскую деятельность и в инновационную внедренческую деятельность. У нас есть своя собственная программа разработанная, благодаря которой мы отбираем тех, кто действительно может быть заинтересован в реализации своих проектов. Второе направление – мы работаем с предпринимательским сектором. Мы выясняем потребности предпринимателей, потребности производителей для того, чтобы ВУЗ мог быть ориентирован на эти задачи. И третье, конечно, мы выходим на рынок, на внешний рынок, мы ищем заказчиков вне региона для того, чтобы привлечь дополнительных инвесторов для работы в нашем регионе. Речь идет об инвестициях какого характера? Речь идет о конкретном заказе предприятий, который может быть выполнен силами сотрудников и студентов университета. То есть это не только образовательные проекты, это и вполне прикладные производственные задачи, да? Конечно, да. Евгений Александрович, каких результатов удалось добиться? Надо понять ответ из двух частей. Какими силами удается добиться? Потому что сегодня вся инновационная инфраструктура ВУЗа включает в себя достаточно большое количество людей. Это порядка 100 человек уже работают в этих подразделениях. Эти подразделения оснащены самым современным оборудованием. Вот это важнейший результат программы развития. И спектр тех заказов или исследований, которые выполняют сотрудники университета, он очень широк. Ну, допустим, наиболее яркий пример — это, конечно, работа вместе со «Звездочкой» по созданию, пожалуй, единственных в России — это пропульсивных систем. Вместе с Институтом морской архитической техники они создают проект по созданию двигательных рулевых колонок и пропульсивных систем для любых типов кораблей. Для установки их как на корабле отечественные, так и для работы с внешними заказами. И для этих целей на предприятии «Звездочкой» строится целый цех новый. Университет готовит работников, студентов, преподавателей, инженеров и проводит те необходимые исследования, разработки, которые необходимы для выполнения этой сложнейшей работы. Вот точно такие же аналоги таких работ есть и, допустим, которые делают у нас известный, наверное, уже архангельский ЦИКП «Арктика», который исследует те результаты и последствия воздействия антропогена на почву при запуске ракет. Они смотрят вместе с Минобороны, исследуют, и все эти исследования по заказу Минобороны и институтов докладывают и проводят сложнейшие исследования с выездом прямо на место, это и в Трунду, вместо падения. Вот такие два наиболее интересных примера. Есть еще и третий, из ярких, это наша лаборатория нефтегазовых исследований, где известнейший архангельский человек Тарасова Галина Михайловна, которая всю жизнь отдала георазведке, создала уникальный тоже ЦИКП нефтегазовых исследований, и он выполняет заказы для всех компаний, предприятий нефтегазов от всей России. Вот я был в этой лаборатории, насколько я помню, там стоит уникальное оборудование, которое, по-моему, аналогов России не имеет. Да, там вся лаборатория уникальна, потому что Галина Михайловна, как она говорит, воплотила свою мечту в этой лаборатории, и еще надо, потому что предела совершенствования нет. На то она и мечта, чтобы стремиться к совершенствованию. Да, но тем не менее, сегодня в Архангельской области, это, пожалуй, лучше, и в России одна из немногих лабораторий, которая облагодарит всем спектрам возможностей исследования для компаний нефтегазовых областей. То есть мощности нашего федерального университета, они интересны, не востребованы компаниями за пределами региона, которые находятся? На самом деле, именно так и ставит задачу правительства Российского федерального и федерального центра. Работать на макрорегионе, работать на всей территории, на всей Арктической, допустим, мы работаем на всей территории Арктики, которая уже четко определена правительством правительства, вот ваш спектр, вы должны быть там. Есть федеральные университеты, которые работают в макрорегионе, допустим, Дальний Восток, Дальний Восточный федеральный университет, и у них свои задачи. Поэтому мы выполняем ту задачу, которая стоит провести. А если все-таки коснуться вопросов развития региона, каков функционал САФУ в этой части? Все-таки ВУЗ располагается на территории Архангельской области и должен в том числе решать задачи, которые стоят перед всем по морям? Ну, мне эта задача достаточно близка и знакома, и одна из таких любимых моих задач. Поэтому вот, пожалуй, одним из интересных событий, вот мы вместе с Марией делали в прошлом году, нельзя так вместе говорить, с Марией, вместе всем университетам делали выставку наукообразования под названием САФУ «Вектор развития Архангельской области». Это был пример, когда мы показали, как те исследования, разработки образовательного проекта и программы влияют на развитие нашей территории, конкретно те компании и предприятия. И мы на этой форме мероприятий вместе соединили те компании, которым мы интересны, как поставщики для них исследований или услуг, или поставщики кадров. И нам эти предприятия также интересны, как потенциальные заказчики, для которых мы могли бы работать на конкретный, понятный всем результат. Я считаю, что весь прошлый год мы ориентировались именно на это. Таких мероприятий было не одно, поэтому я думаю, что мы еще сейчас расскажем. Их достаточно было большое количество. Я правильно понимаю, что Ваша работа носит такой ярко выраженный прикладной характер? — Да, конечно. Как раз воплощение задуманных идей есть наша цель. — Функционал. Насколько диапазон большой этих идей? То есть Вы работаете и в науке, и в производстве, получается? — Прежде всего, наша задача — совместить науку и производство. Для того, чтобы мы могли быть полезны для производства, как раз для этого мы организуем такие встречи, круглые столы, тот открытый диалог, который мы ведем с предпринимателями, для того, чтобы понять, что им действительно нужно от университета. Потому что очень часто они не знают тех возможностей, которые есть в университете. Мы обладаем уникальным оборудованием и уникальными возможностями в определенных сферах. Поэтому, конечно, мы тоже хотим им рассказать о себе. Поэтому, выстраивая диалог, наши сотрудники, наши профессора, доктора наук рассказывают о том, что есть у нас, как это работает. В свою очередь, предприниматели и представители крупных предприятий делятся с нами своими проблемами, задачами, которые они хотят решить. И дальше мы уже совместное решение находим. — Евгений Александрович, правильно я понимаю, что вопросы позиционирования, что называется, рекламы, сегодня они играют далеко не последнюю роль? То есть тот самый случай, когда встречают не только по одежке, но и сразу и по уму? — В федеральных вузах, в исследовательских институтах и научных это называется слово «коммерциализация». Это такое модное слово, но, тем не менее, оно достаточно емкое, обширное. И оно включает в себя как раз и представление университета как надежного партнера, и рассказ о исследовательском потенциале университета. И вот эту позицию мы начинаем продвигать и в первую очередь за пределами области. То есть наша позиция, что о нас должны знать на международном и российском уровне, как минимум. Ну вот яркий пример, мы в прошлом году участвовали в нефтегазовом форуме. И мы можем прямо сказать, что среди участников мы были одним из многих, пожалуй, единственным из всего Северо-Запада университетом, который принял участие в этой выставке. Спектр широчайший, от Ирана до компаний нефтегаза с Дальнего Востока. Все приходили к нам, хотели понимать, как мы можем оказывать им услуги, хотели понимать, какие кадры мы можем подготовить, какие кадры мы можем осуществить в переподготовку. Это уже дает свои результаты, и количество заказов для нефтегазовой лаборатории увеличивается. То есть коммерциализация — это не в бытовом понятии привлечение денежных средств, да? Это нечто более широкое, правильно понимаю? Ну, я делю на две вещи. Есть понятие «вульгарная коммерциализация». То есть это вот такое плохое слово. Нет, конечно. То, чего многие опасаются. Это то, чего многие опасаются. Ученый должен заниматься своим делом. Он должен думать, смотреть, считать, не спать ночами. Его должны мучить задачи, и как их решить, и заниматься своим любимым делом. Для этих вещей, для коммерциализации, есть совершенно другой спектр, да? И есть другие технологии. Как раз вот выставки, продвижение, участие в научных форумах, участие круглых столов для предприятий внутри университета. И еще один такой пример. Мы в прошлом году, в 2014 году организовали вместе с Рослесхозом лесной форум на территориях Англииской области. И крупнейшие лесные предприятия были представлены также на территории нашего университета. Они с интересом смотрели возможности наших лабораторий. И мы подписали соглашение с Рослесхозом о определенных направлениях сотрудничества. Ну, такой понятный и достаточно, мне кажется, нормальный способ взаимодействия, когда в один день мы собираем всех, рассказываем о себе, и они уже четко представляют, что мы можем и что они от нас хотят. Мария, нам удается заявить о себе на международной арене? Международная деятельность в университете развита очень широко, и есть отдельное управление, которое занимается этими вопросами. Я понимаю, в тесной привязке с вами, да? Да, но образовательная деятельность, она отдельно. Если мы говорим о поиске заказчика на реализацию услуг университета, то, конечно, такой инструмент продвижения, как участие в выставках, нам очень в этом помогает. Мы в прошлом году участвовали в нескольких международных выставках. Благодаря этому мы смогли найти контакт со многими организациями. Как упомянула Евгений Александрович, это и выставка международной нефтегаз. Это выставка ВУЗПРОМЭКСПАК, куда тоже приезжают иностранные заказчики, при этом ее организовывает Министерство образования и науки. Это выставка ПЭПФОРАША, выставка целлюлозно-бумажной промышленности. Это выставка ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ, которая также проходит в Москве, но привлекает очень многих иностранных участников. В этом году, буквально через две недели, мы едем на крупнейшую в мире выставку также нефтяной промышленности, в рамках которой будет проходить нефтегазовый конгресс. Также мы будем представлять не только Институт нефтегаза, но в этом году мы объединились с Ассоциацией промышленников в нефтегазовой сфере «Созвездие». И, соответственно, уже везем комплексный стенд для того, чтобы показать возможности Архангельской области в нефтегазовом секторе. Санкции не мешают этой работе, этой международной работе? Мы не заметили. Мы не заметили. Интерес есть. И я думаю, что это хорошо, что это не мешает. Я знаю, что Сафо в прошлом году провел поисковый семинар по новым стартап-проектам. Достаточно сложное название, вот и необычная форма, необычный форум. Что это такое? Российская венчурная компания в прошлом году в Архангельском регионе проводила большой смотр проектов, которые могут быть реализованы не только в Архангельской области, но которые можно подать на конкурс «Московский» для поиска финансирования. То есть получить гранты? Получить гранты на реализацию своих проектов. Конкурс назывался «Generation S». Перед этим они делали трехдневный семинар, передавали свои знания, приезжали в гости к нам Ассоциация бизнес-ангелов России и проводили консультации с теми, кто создает проекты. А кто их создает? Что такое стартап-проект? То есть это могут студенты поучаствовать или молодые ученые? На кого вы ориентированы? В прошлом году данный семинар был организован для представителей всей Архангельской области, то есть мог поучаствовать кто угодно, потому что университет достаточно открытая структура, и мы всегда рады видеть в гостях у себя не только наших сотрудников и студентов, кто хочет заниматься бизнесом, но и также представителей региона. А, конечно, в университете наша задача — сформировать некую предпринимательскую активность у студентов и сотрудников, потому что некоторым не мешает заниматься воплощением своих идей, заниматься основной работой. Кто-то в процессе делает свой бизнес и, соответственно, уже работает с университетом как с партнером. — Я бы хотел узнать, насколько серьезно выстроены у вас отношения с региональными властями, с крупными компаниями? Мы много сегодня говорим и о международных связях, но все-таки я хочу понять, насколько тесно уже ВУЗ интегрирован в наш регион. — Ну, говорите об интеграции с компаниями. Для этого существуют достаточно понятные инструменты, которыми нужно пользоваться. И одним из этих инструментов — это такая кластерная политика. Она зародилась не так давно, это в 2012 году. Первый конкурс был Минэко по кластерам, который мы успешно выиграли как регион. Судостроительный кластер у нас состоялся и в прошлом году явились победителями по грантам для кластера и выделили определенную сумму, то есть от порядка 70 миллионов рублей кластер получил на свое развитие. Так вот, я могу сказать, что университет, как при подготовке заявки по всем мероприятиям для предприятий строительства по этому программе играл одну из решающих ролей. То есть мы с властью были буквально на телефоне, с представителями, с секретарем кластера, когда согласовали каждую цифру, букву, запятую. Поэтому это абсолютно рабочий, нормальный процесс. Важно еще понять то, что сегодня готовить студентов в отрыве от конкретной практической задач занятий неблагодарны. На бумажках много не научишься, то есть нужно их погружать в процесс. И вот когда мы проводим наш проект «Бизнес-шанс», вот как раз поисковый семинар, который действует уже третий год, мы ребят не учим по учебникам. Мы приглашаем, как они говорят, впервые видим живого владельца компании. Поэтому мы приглашаем настоящих директоров компании, предприятий, частных предпринимателей, специалистов в IT-сфере, которые создали свои IT-проекты, и людей достаточно известных в городе. Нам важно, чтобы они были на слуху у каждого, чтобы они видели, что вот этот тот человек, или его фотографии есть во многих рекламных изданиях, или его имя публикуется в справочниках, или его продукция есть во многих магазинах. Так вот, попробовав два раза, вот, ребят, готовить, мы увидели, что нужно еще нам сделать так, чтобы потенциальными заказчиками стали уже компании, чтобы они, дети, когда придумывают новую идею, они видели спрос на нее со стороны крупного. И вот в этом году у нас один из проектов был, это ребята захотели делать мебель из картона, стулья, столы. Я им организовал встречу у Дмитрия Залева, генерального директора ЦБК. Он очень загорелся этой идеей, и когда мы делали выпускной такой, такой рот-шоу выпускной, когда 8 или 10 проектов у нас презентовали, принимал их генеральный директор ЦБК. И сегодня мы надеемся, что они украсили свои продукции уже, уже готовые продукции, юбилей ЦБК в 75 лет. То есть управление стало неким связующим звеном? Да. Мы приезжаем в компанию, в предприятие, приглашаем их посмотреть то, что делают ребята. И если это им интересно, они уже либо их берут на работу, либо они делают совместные проекты вместе с этой компанией. Один из примеров, наверное, прошлогодний выпуск, когда у нас ребята захотели стать проектным бюро. Такой был проект. Одна из крупных строительных компаний взяла на работу, а теперь, говорит, мы хотим вместе с ними создать совместное проектное конструкторское бюро, которое будет работать на уже сторонние заказы. Это есть, вот эта работа, это радует, когда ты видишь, что ребята не боятся пускаться в самолетное плавание, решают конкретные, понятные им задачи. И это пример для всех. — Главное, что есть реальный результат, реальная продукция будет. — Вы знаете, это очень важно, когда эту продукцию можно увидеть, потрогать, конечно, в эти сферы и купить, самое главное. Поэтому, да, было очень забавно наблюдать, как на форумах все ходили и смотрели, неужели это можно делать из картона, мебель, стулья, столы. И все это стоит не очень дорого, это все стоит быстро. И ребята у нас уже целую линейку разработали. И вот я думаю, что в ближайшее время мы их выведем как стартап на конкурсах Министерства экономического развития Архангельской области. И они, если они победят, то они начнут уже конкретно, понятное производство. — Мария, мы начали разговор с того, что пять лет для ВУЗа — это не слишком много. А пять лет для управления, для вашей работы — это много или мало? Есть понимание, куда двигаться дальше? — Управление существует три года в университете. И, конечно, первые три года для нас дались очень интересно, как говорит Евгений Александрович. Но при этом, конечно, наметились конкретные ориентиры, потому что мы много экспериментировали в самом начале для того, чтобы понять, на самом деле, как должно работать управление. Сегодня уже появились понятные задачи. Сегодня есть круг партнеров в университете, с кем мы можем реализовывать наши проекты. Есть большой задел на будущее. Это и внутренняя работа в университете, это развитие новых технологий в университете, также это работа с регионом и выход на международный уровень. На самом деле, большие перспективы есть у университета, и мы, конечно, будем их достигать. — Евгений Александрович, за счет чего достигать, уже тоже понятно? — Для меня всегда самое главное было — это люди. — Кадры, как всегда, решают все. — Да, потому что, наверное, мы вчера собирались таким дружным коллективом, когда мы четко формировали уже распределение даже ролей, кто что должен сделать, как у нас есть план инновационного деятельности всего университета, который мы формируем, делаем, выполняем. И все структурные подозрения, которые взаимодействуют в особенной инновационной сфере, они его знают, смотрят, и мы с ними вместе реализуем мероприятие. Так вот, я посмотрел, молодые, умные, причем опытные ребята, это и кандидаты экономических наук, и технических наук, аспиранты, ваши гости — это аспирант у нас, я надеюсь, одна девушка у нас, я надеюсь, станет скоро профессором, но с такими людьми можно горы свернуть. Мне кажется, что с молодыми, умными, грамотными ребятами ничего не страшно, любую задачу можно сделать. И самое главное, что есть понимание, в Архангельском, в Ненецком округе ждут, интересуются, когда мы сделаем это, когда мы сделаем то. Выставочные компании в Москве уже тоже говорят, когда вы приедете, мы уже знаем, что университет будет участвовать. Вот сейчас формируем команду детей на ВУСПРОМЭКС и ВУСПРОМФЕСТ, это комплексное решение задач в сфере Арктики. Надо формировать команду молодых ребят, которые будут участвовать с другими университетами в творческом конкурсе, причем в большом конкурсе. Поэтому надеемся, что нам уже 20 дней куда работать, нам просто надо работать. Мне кажется, позволю себе одну ремарку, говоря о кадрах, вы забыли всего одну характеристику, у вас еще и симпатичные кадры. Спасибо большое, удачи вам в вашей работе. Сегодня в центре внимания были начальник управления инновационной деятельности Софу Евгений Михайловский и руководитель одного из подразделений этого управления Мария Нестеренко. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.